Вот можете у пациентов поначалу спрашивать, чувствуют ли они на кости вашей манипуляции. И палец у нас на костном крае, он будет все равно фиксировать, чтобы конюля у нас при трассирующих движениях не ушла за костный край орбиты. В любом случае конюля будет упираться у вас в связке пальпобромолярной борозды, то есть в орбитальной, в волокна орбитальной связке. На самом деле, пока вы не доберетесь туда, куда нужно, препарат водить нельзя. И процедура эта явно у нас не быстрая. Все должно быть с контролем. Наташенька, посмотрите прямо, а то вы туда-сюда, у меня борозда гоняет уже в разные стороны. Я не могу на нее попасть. Сейчас я попытаюсь вот так перенаправить ко мне в латеральную сторону. И вот такими трассирующими движениями, когда я вот так делаю, у меня выкладываются дорожкой вот такие микроболюсы. То есть вперед-назад, да? Угу. То есть, ну вот как сказать, на шпиговую ткань. Угу. Зайчик, ну выжима? Угу. 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 Вот. Угу. 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 не получится и вот теперь я хочу последняя точка вот сюда в латеральную сторону добраться